Артисты Донецкого театра опера и балета готовятся к концертной программе. Вечер в опере. На этот раз со сцены театра прозвучат фрагменты произведений гениев итальянской и русской музыки. Вечер в опере. Можно сказать, костюмированный спектакль, состоящий из различных блоков. К примеру, три-четыре номера одного какого-то спектакля. В данном случае, допустим, любовный напиток. Четыре номера, которые идут в мезансценировании, в костюмах. Дальше идет серия другого спектакля, к примеру, «Травиаты». И таким образом, допустим, одно отделение составляется из зарубежной программы. Деницетти, Россини, Верди. А второе отделение составляется из программы русских композиторов. Глинка, Чайковский. Точно так же костюмированный полуконцерт. То есть есть частично форма концертного исполнения и частично мезансценированного оперного. И вот это вот смешение этих жанров и форм дает новое прочтение. Мы получаем как бы новую форму спектакля, в котором есть различные фрагменты оперные. И балетный, тут и балет задействован, и хор. То есть мы имеем новую форму оперного спектакля. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это дает возможности использовать те фрагменты, которые мы не можем показывать целостно. К примеру, какой-либо спектакль в силу каких-то причин. Там или нет исполнителей, или нет декораций в связи с войной. Но мы можем позволить себе частично взять фрагменты. Это расширяет наши возможности, дает возможность развиваться и солистам оперы, идти дальше в новом материале. И для публики они имеют возможность получить какое-то новое прочтение. И таким образом театр продвигается дальше в своем развитии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы не можем пока показать любовный напиток в силу определенных причин. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У нас заняты и заслуженные артисты в этом спектакле, и ведущая творческая молодежь, и мастера сцены. То есть мы широко используем возможности всей нашей труппы. И, естественно, симфонический оркестр. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Моя работа заключается в коммуникабельности свести это в один концерт, все эти номера. Работа режиссера подогнать их под какую-то определенную конву режиссерскую. А работа дирижера провести это в конечном итоге, и все на дирижере сходится. В целостности он будет очень интересный для зрителя, потому что там и балетные номера будут, и танцевальные, и оперные. То есть разнообразная музыка, зритель не просто вот пришел на какую-то конкретную оперу, конкретную оперу посмотреть или конкретный балет. Разные номера в этом разнообразии, в этом интересе в целом. В концерте я исполняю Резакумы Петра Ильича Чайковского из оперы «Чародейка». Очень компактная, очень яркая, характерная сцена, именно женская. Она поет о любви, она вся в ожидании чувств, она в ожидании любимого. И об этом говорит и музыка оркестра, и ее слова, ее эмоции, ее переживания. И сейчас мы, конечно, готовим с дирижером Александром Ивановичем. Уже были подготовительные этапы в классе с концертмейстером. Начнется со следующей недели уже работа с оркестром на сцене у Приндон-театра. Приходи, супер ясный, на супер. Очень хочется, чтобы в этом концерте звучали яркие произведения. Интересная программа, чтобы пели хорошие, сильные голоса. Очень хотелось бы, чтобы в оперном театре звучала именно оперная музыка. Потому что в нашем театре есть кому исполнять оперную музыку, оперные арии, крупные формы. У нас очень много молодежи, интересной, яркой, с хорошими голосами. Ведь, понимаете, концерт не просто ты стоишь и поешь ровно. Ты должен владеть музыкой, владеть, подчиняться музыке, чувствовать музыку. Ты должен не просто стоять столбом, а где-то двигаться. Если очень интересная музыка, если есть задумка режиссера этого концерта, где-то красиво пройтись, что-то станцевать. Это должно быть очень гармонично на сцене. Мало исполнителей, которые владеют полным комплексом. Это задача не только самого исполнителя. Это задача и режиссера, и дирижера. Потому что это комплексная работа в театре. Понимаете, она вот тем и тяжела, что оперный театр, в этом театре работает элита музыкальная. Нетерпением горю, я тебя убеду. Прежде всего, оперный певец. Что он должен? Он должен перепеть оперную, насытить своим звуком зал. Перепеть оркестр, владеть нюнсировкой. Хочется, чтобы вот такая молодежь приходила, вы понимаете? Вот, потому что сейчас начинаем подбирать, где микрофоны поставить, где усилить звук. Тут у нас дикция плохая, там голос маленький, там мы зал не наполняем. И в итоге те солисты, которые находятся с голосами, они почему-то на втором, на третьем плане. Вот. А не должно быть так. Все-таки оперный певец – это элитный певец. Это владение телом, владение мимикой. Владение голосом, владение залом. Когда солист выходит на сцену, он овладевает залом. Он зал себе подчиняет. И вот это, получается, как знаете, это уже мастерство. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 18 декабря Донецкий театр оперы и балета приглашает провести вечер в опере. Артисты подарят зрителям чудесное настроение и незабываемые впечатления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова